Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, мы говорим о мужественности. Что значит быть настоящим мужчиной? Вообще, что значит быть мужчиной? Мы говорим несколько о гендерной разнице, мы говорим не о том, что у нас другой половой признак, мы говорим не о функциональности, то есть мужчина должен быть таким или мужчина должен делать вот эти вещи, там добывать деньги, защищать людей, быть бородатым или быть напротив каким-то иным. Я думаю, что для нас очень важно установить определенные принципы, по которым мы сможем, во-первых, проверить себя и, во-вторых, оглядеться в окружающем мире. И что самое важное, посмотреть на наших сыновей и увидеть, где мы поступаем неправильно, где мы показываем неверный пример, где мы не являем вот тот образ мужественности, который позволит им жить как мужчины, быть успешными отцами, быть успешными на своей работе, в карьере, в служении Богу. Для нас очень важно понять твердо, четко, до конца разобраться, что значит твердо и до конца разобраться, что означает быть мужчиной. Поэтому я предлагаю посмотреть на это не с точки зрения мужчин, не с точки зрения женщин, потому что это совершенно разные точки зрения, но посмотреть на это с точки зрения Бога, с точки зрения Писания. Почему Бог сотворил мужчину и женщину? Почему Бог не сотворил нас однополыми, каким-то образом, знаете, размножающимися, там, не знаю, там, почкованием, делением, умножением или чем бы то ни было еще? Почему Бог сделал так, что мы не только внешне разные, не только химически разные, у нас разная гормональная среда при наборе одних и тех же элементов и гормонов, мы совершенно имеем разный состав? Но я на 100% уверен, что и психологическая составляющая, наша ментальная составляющая, они абсолютно разные. И все это обусловлено тем, что у мужчины и у женщины совершенно разное предназначение. Мы не будем говорить о женщинах, потому что наша тема это отцовство. Мы поговорим о мужественной. Субтитры подогнал «Симон»!